Поверьте мне, что супружеские отношения были созданы Богом для того, чтобы удовлетворять нужды друг друга, сексуальные нужды друг друга. Понимаете, да? Не может быть иначе. Но есть норма отношений. Ненормальными считаются такими отношениями, как эротические какие-то отношения. Отношения странные такие. Я говорю об этих вещах, потому что современное общество принесло в понятия семьи и отношения семейных очень странные вещи. Помните, да, мы говорили о том, что если человечество – это ничто, как бы путь выживания, их побеждает сильный, с этим же и пришло состояние сексуальных отношений. Эротическое, странное выражение своей любви. Такое понятие садомахархизм. Да? Ты досмотрелся, я понимаю. Есть вещи, которые разрушают отношения семейные. Это не... Когда супруги чувствуют неудобно в своих отношениях. Неудобство. Неприятно. Я не буду углубляться в каких вещах-то неприятно, но вопрос не в этом. Это отношения между супругами. И должно быть правильный подход к этим вопросам. Понимаете, о чем я говорю, да, такие? Вот привлечение мирского понятия сексуальных отношений, на самом деле, оно не нормально. Но, ну, ты хочешь сказать, как... Чтобы чувствовали себя удобно. Чтобы комфортно, чтобы получали желаемо от супругов отношения. И должны быть отношения нормальные. Богобоязненные отношения к сексу являются, как бы сказать, еще искусством отношений. Нужно это уметь. Насилие неприемлемо в супружеской жизни. Насилие неприемлемо в супружеской жизни. Большинство людей, которые сегодня в общинах, они выросли сознанием, которое было подвержено порнографии, фильмами. Тот интерес, который был, подростковый интерес, да, там, к этим всем делам, они перерастают в отношения в семье. Поэтому... Мы, помните, говорили, что отношения, они строятся в семье. Удовлетворение своих личных желаний любым способом не является любовью. Любовь, она ожидает. Она может терпеть самообладание. Не происходит опыта без самоконтроля. Опыт приобретается через самообладание. А это значит, что опыт приобретается через учебу отношений. И в отношениях мужчины и женщины должны научиться слышать друг друга. Бог дал человеку разум, а также волю для того, чтобы контролировать все возможные свои чувства. Если чувства бесконтрольны, это как огонь, который распространяется по всему дому. Не просите Бога, чтобы Бог забрал у вас эти чувства. Чувства сексуальности, чувства иметь близкие отношения. Не просите. Потому что когда заберет, скажет, вам станет плохо. Наоборот, научитесь ими обладать. Понятно, да? Вопросы какие-то есть? Вопросы? А есть ли семейная пара верующих смотрит порнографию? Это правильно или нет? Это идеально. Для чего? Ну, научиться. Это как бы самопословие жизни. Ты отвечаешь на само понятие порнографии. Это тоже самое слово, как разжигаться. Разврат. Момент здесь очень... Момент, что мы изучим, что мы учимся от того? Ваши глаза являются вратами вашей души. Понимаете, да? И большинство людей, когда смотрят эти грязные фильмы, порнографию, и имеют отношения со своей супругом или супругой, в голове у них не супруга и супруг, а картинка, которую увидел... Да, 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 да. Да, да, вот моменты, да. Я думаю, нравится, и людям не нравится. Но вы поймите, что... Я хочу вас предупредить, что все равно порно-индустрия не выражает качество в любви. Они выражают насилие, которое выражается как в страсти. Понимаете, да? Развращение. Поверьте, у вас достаточно инстинкта внутри вас, у каждого человека, который знает, как обладать теми чувствами, которые у вас есть. Да? Да, животные с фильмами смотрят. Я бы удивился, мы медведи посмотрели. Наверное, поэтому у нас и был такой хороший в мире животных, была программа хорошая. Я думаю, что... При всем этом, вы поймите, что на самом деле это такое воображение человека, которое извращенное. В ветхие времена такого не было. Все равно народ размножался, оплодился, мы приняли этот образ, который нам нужно. Знаешь, у нас же жениться. Глаза – это врата души. Как мое понимание, я анализировал ситуацию, подобное о том, что задала Ульяна. Порнография, она нас делает слабыми. Она притупляет наши чувства, в которых вы сказали, природные инстинкты. Она их просто притупляет, не развивает. Согласен. Но при всем этом, для этого мира мы не можем ничего сказать. Поверьте, это все равно ситуация разная. Просто после порнографии люди, получается, отдаются своим не чувствам, а отдаются, как бы, кого-то копируют. И все. Да, чужими фантазиями, все. То есть это уже не чувство, это просто спорт, грубо говоря. Что еще? Есть вопросы? Я думаю, в Торе не зря есть заповедь. Поставь верных судей у врат своих. Причем это идет обращение в единственном числе, то есть конкретному каждому человеку. Значит, но каждый человек не решал постановление судей. То есть тут идет речь именно о вратах нашей души, о тех органах чувств, которыми мы воспринимаем этот мир. Судьи верны, это, соответственно, и Торе. А царь Давид говорит, не поставлю мерзости пред глазами своими. Насчет просмотра порнографии в семье, можно просто представить себе. Могу ли я пригласить Ишуа просматривать вот эти вот вещи? И сразу все становится на своих местах. Хотя есть люди с прожженной совестью, но я думаю, что... Я думаю, что еще одна часть... Вы знаете, что почти 80 или даже больше, или процентов мужчин или женщин в сегодняшнем нашем обществе переживает такое понятие, как ранний климакс, либо импотенция. Да, мы говорим сейчас об этих вещах очень прямо. И это проблема. И я вам скажу, причина этого. Причина порнографии. Потому что именно попытки, какие-то порнографии, удовлетворения, могут быть так, очень процветающие сегодня самоудовлетворения, моменты, которые до позволительности раннего секса с людьми, она развивает и потенцию, и ранний климакс. Проблема. Проблема, потому что потом в семье нет правильных отношений. Есть чувство, что ты замужем, но за кого? За ипотента? Или же это самое, за человека, который не интересуется уже отношения, удовлетворения супружеских обязанностей? Это проблема. То есть это сегодняшняя проблема у многих верующих. На этой почве развивается ненависть друг к другу, отношения, разводы. И это выливается в общину, где пастора, служителя, раввины, пытаются решить эту проблему. И проблема сегодняшнего тысячелетия – это реально проблема в отношении в семье. неудовлетворение приводит нас к разочарованию, разочарованию в себе, разочарованию в обществе, разочарованию в духовной власти. Вы понимаете, да? Большинство людей, когда они удовлетворены в семейной жизни, они пытаются не в себе искать проблему, а на кого-то ее переложить. Докторов, если эти неверующие люди, там, общество, экологию. А если люди, которые приходят в общину, это отдать все это в руки Рэбе, потому что он не учит, как нужно жить. Да? Такое состояние. Это такие вещи, как разочарование, приводит к раздражению в семье. Разочарование приводит к раздражению. Раздражительность мужа, раздражительность жены выливается на детей, отношения. То есть, они начнут принимать многие эти вещи. А если раздражение приводит к ропоту? И чаще всего выливают Богу. Боже, что ты мне сделал? У меня и потенция. Боже, что происходит? У меня ранее там климакс и все остальное. Иначе это ропот. Ропот приводит к греху. Грех, который ропот, ноги не вошли в побитованную землю. Это неудовлетворение в общине, ничто не удовлетворяет, не духовные вещи. И чаще всего ссылает свои проблемы внутреннего физиологического состояния на то, что община или церковь не духовная, не чувствует Бога. Нет любви и так далее. И вы понимаете, эта ситуация очень проблематична. Как этому человеку помочь? Как человеку помочь? Если у него такие ситуации с Тюссом, в первую очередь обратиться к доктору. Если есть проблемы психологу, то патологу не надо. Не надо. Я видел такие вещи, моменты, когда человек обижался, судя общину, раввина, пастора, всех лидеров и уходил. Во-первых, он должен понимать, что... Вот это обучение, например, то, что должно обучаться в общине, такой вопрос, как этика, мораль и секс. Он должен быть в общине. Я думаю, что это как урок должен быть для каждого человека. Он должен понимать, что ответственность за свою сексуальность и свою сексуальную жизнь, это он несет сам, не Рэбэ. Рэбэ не несет ответственность за то, что у тебя в голове. Он может научить сказать тебе, что порнография или вовлечение в другие отношения, имея сожительницу на стороне, вне твоего брака, является грехом, и оно приведет тебя к состоянию наказания. Наказание. Одно из наказаний есть понятие импотенции или же климакса. Я считаю, что это наказание. Человек несет. Для чего? Чтобы одуматься и пересмыслить все и идти дальше. У некоторых людей эта импотенция не связана с порнографией или вовлечением всех вещей. Может, связана у нас здесь на Украине чаще всего, например, с тем же Чернобылем. Радиация и вещей, которые происходят, это на самом деле серьезная проблема. Для этого не нужно ни винить ни Бога, ни в общину, когда ты ходишь, обратиться к доктору, которому тебе помочь. Рэба не поможет тебе. Он не доктор. Понимаете, да? И обращение, например, к патологам, все остальное. Не нужно. Видно, что вы работали, молодой человек. Сильно много. И это опасно. Может сказаться на вашу семейную жизнь. Да. Вы понимаете, да? Это вопрос очень важный. Сейчас мы говорим о том, что многие люди, переживая вот такое состояние неудовлетворения или проблем, которые в голове человека, на самом деле это очень серьезная часть. Церковь не хочет говорить об этом. Общины не хотят, говорят. Но наша потребность есть под нашей потребностью. И есть шаги, которые человек сам намеренно делает для того, чтобы развратиться. Разврат приходит через человека. И бесконтрольность приходит. Что влечет за собой смерть. Смерть. На самом деле смерть. Но мы называем таким, знаете, вот моментом. Ты видишь и потом прикасаешься. И Писание говорит, не возжелай. Слово не вжелай. В еврействе есть такое понятие, что если ты поднял глаза и увидел, заметил что-то. Но если ты поднял второй раз глаза и устремился на это, ты повинен в данном согрешении. Поэтому большинство хасидов, вы увидите, если они прилетают на Украину, сюда, здесь в Украину, переезжают в Одессу. Очень много они устремляют свои глаза вниз, чтобы не быть соблазном. Мелочи жизни, мелочи жизни. Но реальность, они ищут святости. Они ищут святости, но может быть святость не в самом месте, где они ищут, но прилагают туда усилия. Я думаю, что многие люди делают свои чувства, знаете, реальными, которые нужно приглушать. Все начинается с чувства приятности. Нам приятно, например, обдумывать какие-то вещи. Нам приятно представить себе, что может произойти. Нам приятно в вечернее время посмотреться на звезды, посмотреть гламурный журнал и так далее. Нам приятно какие-то еще вещи. То есть, начинается от чувств. От чувств. Ведь, смотрите, никто из людей, которые... Знаете, я не встречал таких людей, конечно. Может быть, есть такие идиоты, которые сказали, Рэбе, я пошел спать домой, лег, проснулся, а возле меня какая-то женщина лежит. И голая. Такого никогда не встречал. То есть, все ведется к тому, что не бывает, знаете, как стариха там. Чик-тиберег, тиберег, тиберег. Уже здесь женщина у тебя в постели. Ты не хотел, а оно там. Понимаете, да? Такого не бывает. Такого не бывает. Не бывает. Не бывает. То есть, поймите, да? Есть моменты, которые человек сам биологически себя настраивает на те вещи. Вещи, которые запрограммированы культурой нашей. Разврат приходит в жизнь человека по причине его общения. Знаете, говорят такое, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Скажи, какое общество ты находишься, я скажу, что в твоей жизни будет. И наше общество предоставляет все возможные рекламные ролики, которые ты бы хотел, бы не хотел, бы оно все остается у тебя в голове. Понятно, да? Я говорю сейчас реальные вещи. Как относится и к мужскому, так и к женскому полу. Мы, как общины, здесь много раз писали протесты против такого понятия, как боди-арт, который делался на Дерибасовской, так далее. Наши письма, боди-арт, это разрисование женского тела обнаженного. То есть на Дерибасовском. Мы протестовали и его перенесли. Есть такое понятие, мы протестовали против больших бигбордов, которые несли в себе сексуальные моменты, где рекламировались полуголые женщины и так далее. То есть мы находимся в обществе, которое изнутри оно извращено и гнилое. Потому что вся реклама связана либо с большим бюстом, либо еще с какими-то такими эротическими действиями. И подсознательно мы уже пропитаны тем, что мы видим. Вопрос, что мы с этим делаем. Разврат в жизнь человека приходит с того момента, когда мы думаем о тех чувствах, что они приятны. Я хочу, чтобы вы понимали, что биологически мужчины и женщины построены по-разному. Мужчины построены на взгляде, то есть они воспринимают все через врата свои, как глаза. Женщины построены через уши, через прикосновения. Мы должны понимать, что некоторые отношения вообще друг друга. Я не говорю, что у нас сегодня не урок биологии, рассмотрим тело мужчины или женщины. Мы понимаем, что мы различны. Но мужчина воспринимает все через глаза, то есть он увидел красиво, нравится, и он настроен на эти все вещи. И разврат начинается с мышления, с картинки, которую ты себе рисуешь. У женщин все начинается с прикосновения, то есть от внимания. Для женщин нет такого, что классный мужик, слушай, опа, уже картинка в голове пошла. Нет, они в основном более консервативны. Они поддаются от такого момента, как лести, как ухозорство. И это значит, что большинство братьев попадают именно в ту категорию, которая, ну, если, как бы сказать, самоконтроля. Всю картинку можно проконтролировать. Но если ты начинаешь действовать, ты уже согрешаешь. Да? Да. Всего же. Да. Так, вопрос есть еще? Как вы? Задать вам несколько еще моментов сейчас. Мужчины более, они как бы быстро разжигаются на сексуальные преступления, нежели женщины. То есть преступления, говорю, подвиги, нежели женщины. Это, буду говорить, общее. Но женщины имеют более сильное желание, которое ее влечет. Потому что Писание о чем говорит? И будет влечение к чему? К мужу твоему. Женское влечение к мужчине намного сильнее, нежели мужское к женщине. Но мужчины быстрее срабатывает этот момент. У них сразу голову что-то ударяет. И все. И они начинают более активно. То есть эротически, говорят, они более активны, нежели женские половина. Это такая разница. Почему я говорю об этой разнице? Потому что очень часто мужчины говорят, я не знаю, как это произошло. Как это, какие-то вещи произошли. Я говорю, ну как бы так, не, очнулся в гипс, это будет уже там трем-трава. Интересное, интересное зелье, трем-трава, проснулся гипс. Мужчины, как бы сказать, у них отключаются мозги и бесконтрольность начинается. То есть ухаживание, несмотря на то, что женщина там замужем, не замужем. То есть у них это воспринятие через глаза. Женщины именно ведутся на то, что им не хватает. Внимание. Если мужчины не дают внимания женщине дома, то любые другие внешние признаки, которые увлекают ее за собой, за другим мужчиной, это ухаживание и даже приятные вещи, которые делают. Ульяна раздражает человека, который их хамит. Но если он начал говорить ей хорошие вещи, прекрасные вещи, и цветы начал приносить, то она подалась бы другому мнению. Сказала бы, этот парень, даже может быть он ужасный, но он даже очень сексуальный. Понимаете, да? Это такая биология, которая находится во внутреннем человека. Зная это, мы можем контролировать все наши чувства. Аминь? Вопросы? А это можно и манипулировать? Что? А это все можно и манипулировать? Поэтому если ухажеры, эти всевозможные донжуаны, которые манипулируют этими вещами, и на самом деле, зная это, это не должно быть среди верующих людей. Это не должно быть. А как человеку, который увлекается на такие вот эти манипуляции? Объяснить, что это манипуляция, что на самом деле искреннего здесь ничего нет. Мы не можем даже сказать об этом, ну как бы увлекаться, ну как бы, можем сказать, что это является манипуляцией, но они не воспринимают это. Чаще всего люди, которые повреждены умом в этом направлении, они действуют от своего ига. Вы знаете, а ига действует от превратного ума. И если мы не служим Богу, то мы служим другому. И мы подчиняемся чувствам другого, которые извращенные, то сделать наоборот. Секс, он святой, святая часть населения, которая дана Богом на нас. Развращенная часть, это сделать его ужасным, сделать его манипуляционным, сделать его контролирующим, сделать его печом, может быть, для некоторых, и сделать его просто, ну так сказать, увлекающимся со стороны извращения. Это задача сатаны. Если человек, который попадает под влияние такого развращения, он становится опасностью для общества. То ли верующего, то ли неверующего. Потому что чаще всего развращенные люди делают преступления. У них возбуждается четкое чувство ревности. Если его партнер отошел к другому партнеру, и так далее, и эта ревность ведет к возмущению и к убийству. То есть, это все вещи, которые ведут к погибели человека. То ли наказывается он сексуальными болезнями, такими всевозможными, либо сегодня поражение это через ПИД, через все. Это все увлекает веренические болезни. Это все увлекается именно этими вещами. Для верующего человека этого не должно. Поэтому существует... У еврея существовала мигла очищения от всего этих вещей, была чистота в отношениях и все остальное. Понятненько, да? Поэтому есть еще и обрезание. Я не знаю, насколько ты черный. Я понимаю, от того, что ты разгневался, ты не станешь белым. С чем? С ревностью. Ревностью бороться. Послушайте, на самом деле ревность это... Я понимаю, это чувство, наверное, больше как дух убийства. Почему? Потому что ревнивый человек, ревность, у него сразу картинка в голове, чтобы сделать. Как навредить, чтобы я замочу его и так далее. Я сейчас сделаю какую-то гадость. Уничтожить, чтобы его не было в моей жизни. Это дух смерти. А дух смерти, мы понимаем, что он это дух ада. То есть, это момент, где человек не имеет это от Бога. Понимаете, да? Когда Господь, что до ревности любит дух Господень, Он говорит о том, что я не отдам моих членов в распутство, в блуд. Поэтому я буду ставить препятствия, чтобы твои планы не состоялись. Многие люди, когда после того, как пошли водопогружение, Когда начали служить Богу, и потом начали отходить от Бога, Вдруг получают в своей жизни наказание. Они начинают еще больше огорчаться, больше противиться, Бог еще больше ставит препятствий. И они считают, что это неудача. Вместо того, чтобы посмотреть на то, что Бог хочет, чтобы он вернулся обратно. Понимаете, да? Как с этим бороться с ревностью? Наверное, смотреть на глаза партнеров Божьими глазами. Доверять. Доверять. Если наши дети, если наше, будем говорить, общество, Или наша община будет научена отношения мужа к жене, Молодых людей друг к другу, Тогда мы будем способны удержать свой гнев, Потому что это гнев. А если человек прикрывается тем, что в Библии написано, Человек должен быть ревнителем к Богу, И сразу предъявлять такие претензии, что человек должен ревновать. Нет, смотрите. Есть ревность человеческая и ревность по Богу. Это две большие разницы. А ревность по Богу говорит о том, Что у меня есть один Бог, И я не ревну, как к Богу, Я ревную мои отношения к Богу, к миру. Я, отрекаясь от мира, Я уничтожаю свое состояние мира внутри. Павел говорит, я поэтому умираю каждый день. Для чего? Я умираю для мира. У меня ревность появляется, Что я уделяю больше времени, например, миру, нежели к Богу. Поэтому моя ревность к Богу определяется вещами, Какое мы отношения к миру, к мирским вещам. Господа, я смотрю, что у вас совсем плохо, Сергей. Сергей. Два Сережи. Что-то у вас дубль два. А тут какой, с глазами. А, Сережа, а ты что? Какая перемена? Что-то вы не то, видно, говорили. Я смотрю, когда перемена, Они сразу подбегают, начинают вопрос задавать. Или куда-то бегут. Вместо того, чтобы на перемене поспать. Вот там уголок есть. Дайте, я собою тебя уголок. Пускай он там свалится. И выспится за 15 минут. Давайте перерыв.